Всем привет! Сегодня видео из серии «В помощь осваивающему ловлю форели». Скажу пару слов о выборе G-головки при ловле форели на резину. Да, и так как моя дикция меня не устраивает, и оставляет желать лучшего, взял я себе помощника. Оцените в комментариях его работу. Вещать он будет сегодня за меня. Всем привет! У меня небольшой ассортимент головок, но в идеале в кошельке хотелось бы иметь три размера крючка на разных весах головок, и конечно же неогруженные крючки. Буду говорить о таком наборе, который был бы удобен мне. Но для начала послушаем Павла Щепкина, человека, который хорошо ловит на силиконовые приманки. Первое, как подобрать головку под резину? Головку под резину обычно подбирается непосредственно по погодным условиям. То есть, если идет штиль, то можно использовать более легкие веса, чтобы резина медленнее не тонула. Если резина плавающая, то головки лично я использую уже от 0,3 грамма до 0,75 грамма примерно. Горизонт ловли головкой можно ловить? Конечно. Регулировать можно, соответственно, интенсивность проводки. Это тоже влияет на то, в каком горизонте будет приманка. Если интенсивно вести, соответственно, она будет поверху. Если уже более медленно вести с легким твичем, она уже будет примерно где-то в середине. То есть, вес головки, вот как подобрать? Правильный вес? Ну, тоже зависит от приманки, соответственно, какая приманка. Если там под флетворм, так называемый, там подбирается головка именно медленно тонущая, чтобы он медленно тонул, чтобы игра больше была приманки. Если под магод, то под магод можно использовать уже более тяжелые веса, я считаю. Размер крючка? Размер крючка, ну, тоже зависит от размера приманки. Пятидесятый, пятьдесят миллиметров, тот же самый пламп, вот, используется с крючком номер три, дикоевским, я использую. Джек-головки у меня идут от 0,2 до 0,7 граммов, я использую. То есть, ну, тоже зависит от погодных условий. Если, конечно, сильный ветер, естественно, там 0,2 грамма вы не кинете, потому что будет дуга где-то метров 20 точно лески. Теперь вернусь к набору, который меня устраивал бы. Крючки. По номерам это 4, 6, 8. Вес головки от 0,2 до 1 грамма с интервалом 0,2 грамма, то есть 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 и 1 грамм. С разной двух видов достаточно длиной крючка. Получается 30 головок плюс неогруженные крючки. Много. Сократим до минимума. Оставлю 0,2, 0,4, 0,8 с крючком 4,6 одной длины и голые крючки. Осталось 7 видов. Уже приемлемо. Была рыбалка, когда я выходил всего с двумя видами. Это шестой номер крючка на головке 0,4 грамма и неогруженный вариант. Но здесь уже идет сильное ограничение по типу приманок. И что для меня важно, чтобы крючок был тонким. Тонкие крючки, как можно увидеть на моем канале, использую в любой ловле, фидере по плавке, спиннинге, если это не касается ловли сама и судака, или ловли в сильно закоряженных местах. Может это мое внутреннее убеждение, но мне кажется, что рыба на такие крючки реагирует более спокойно, плюс засечка с ними происходит лучше. Где и какие головки использовать зависит от ситуации. Размер крючка не должен убивать игру приманки и не должен прятаться в ней. Выход из силикона должен быть достаточным для засечки рыбы. Вес головки помогает держать нужный горизонт на выбранной скорости проводки. Да, и все крючки использую с широким ухом. Такие сейчас есть у многих производителей. Если говорить о конкретном водоеме, то в лагуне, куда езжу, на озере Игумном использую головки 0,2-0,4 грамма, в Яганово до 0,8 грамм и бывает не хватает веса. Но там и глубина местами больше четырех метров. Как вам мой диктор? Пусть говорит или будете слушать мой невнятный голос? Очень многое зависит от снасти. По ее сборке я сделаю позже видео. Ну а я пока подытожил. Предположим, старт все-таки пробный. Предположим, что вы готовы купить одну-две головки. Тогда пусть это будут головки с крючками номер 4 и весом 0,2 и 0,6 грамм. Из тонкой проволоки. Хороший выбор предлагает компания OnlySpin. У Павлова-Рыболов-Измайлова есть очень хорошие варианты. На крайний случай подает любой рыболовный магазин. Сейчас всеми торгуют. Нужно взять, попробовать. И тогда станет ясно, чего вам не хватает. Здесь звучало мое личное мнение. Я рассказал про тот набор, который был бы для меня идеальным. Вы сами придете к тому варианту, который вас устроит. Главное начать. О крючках, наверное, сегодня все. Следующее видео постараюсь сделать о проводках резины и блесны. Как всегда, наиболее полная информация. На страничке ершни уйдешь в ловле форели. Всем до свидания. С вами был Куанин Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова